всем привет 31 мая среда вы на канале про деньги и рынки я максим журавлев автор канала давайте обсудим текущее положение дела на валютном рынке россии посмотрим что у нас на рынке нефти почему нефть продолжает падать и попытаемся сделать предположение начнем с того что рубль у нас сегодня единственное слабеет по отношению к гонконгскому доллару на момент записи по мере этого обзора вот например китайскому юаню либо к доллару сша даже немножечко прибавляет да ну по крайней мере по цифрам хотя по факту мы видим что рубль все равно находится в траектории падения а все почему потому что нефть у нас падает падает у нас достаточно сильно например по итогам вчерашнего торгового дня нефти марки brent обвалилась более чем на 4 процента и сегодня торгуется уже ниже отметки 74 доллара за баррель нефть марки brent ну по крайней мере на вами записи этого обзора кстати друзья не забудьте подписаться в телеграм-канал про деньги рынке сегодня утром перед открытием основных торгов я уже написал основную причину почему нефть находится вот в таком состоянии почему она падает но давайте сегодня мы проговорим это уже в видео обзоре и главная причина падения нефти это статистика из поднебесной дело в том что вот китайская статистика которая сейчас на ваших глазах показывает что деловая активность в производственном секторе падает причем падает она достаточно уверенно будем так это говорить то есть по отношению к предыдущему периоду падение составляет уже если раньше было 49 и 2 пункта по данному индексу сегодня 48 и 8 более того есть уже устойчивое понимание того что если например данный индекс торгуется прошу прощения не торгуется а считается ниже 50 пунктов то это считается замедление экономики но не будем говорить слова рецессия хотя по факту если уж строго следовать теории экономики то можно говорить уже и так что это рецессия так вот китай является крупнейшим покупателем нефти безусловно не только нефти но и любого другого товара на товар на сырых рынках ну и соответственно мы видим вот такую картинку нефть продолжает падать то есть первая причина и основная это конечно статистика из поднебесной сегодня в телеграм-канале я еще одну дополнительную причину привел но это сугубо не экономическая чисто политическая новостью она конечно не имеет отношения напрямую например к торгам к спросу предложения но эта новость конечно некую нервозность все равно вносит в отношениях между сша и китаем что касается валютной пары доллар рубль то разумеется недолго за себя заставляет рубль падать да то есть ожидания они естественно прогнозируемые все это происходит на фоне я имею падения котировок нефти на фоне увеличения дефицита федерального бюджета то есть доходная часть бюджета сокращается а расходная наоборот увеличивается и как уже не раз и мы это обсуждали в обзорах минфин сообщал что вот этот разрыв между доходной расходной части бюджета он уже вышел за рамки плана то есть фактически бюджетный дефицит сейчас уже который складывается по итогам апреля пока что только апреля мы знаем он уже превышает план по всему году это на самом деле тревожная нотка до тревожная новости но поэтому и пока что к сожалению оснований для укрепления рубля мы не видим но по крайней мере фундаментальных оснований нет другое дело что есть ожидание по рынку нефти давайте вернемся к графику дело в том что 4 июня буквально вот-вот уже на медне состоится заседание опек плюс опек плюс это как вы знаете соглашение в рамках которого страны крупнейшие нефтедобычки в мире договариваются о том сокращать или увеличивать объемы добычи нефти настоящее время мы знаем что объем сокращения составляет более трех миллионов баррелей сутки по итогам года то есть это в рамках действующего соглашения но и на были уже некоторые скажем так мысли предпосылки тому чтобы уже по итогам будущего заседание 4 июня может быть опек заявит о том что мы еще дополнительно добавит сокращение на добычи нефти но знаете это пока только лишь разговоры слухи мы сейчас не будем эту тему комментировать потому что не мы с вами принимаем решение мы лишь должны понимать суть происходящего и несмотря на то что мы наблюдаем падение котировок нефти и помимо решения будущего решения опять плюс я бы сюда хотел бы добавить еще один немаловажный фактор и этот немаловажный фактор заключается в том что соединенные штаты америки во втором полугодии то есть буквально в следующем полугодии текущего 2023 года планирует восстанавливать резервы стратегические запасы нефти мы знаем что с прошлого года с конца прошлого года сша активно распродавали свои запасы главная цель распродаж этих запасов как раз было снижение стоимости нефти и снижение стоимости бензина на территории сша но и судя по всему эта цель достигнута а вот резервы под истощились причем резервы опустошились до рекордных значений еще с наверно начала восьмидесятых годов еще прошлого столетия поэтому есть причины к тому чтобы сша постепенно увеличила покупки нефти но и разумеется в какой-то мере это может еще найти свое отражение на котировках поэтому здесь пока я лично пока не армагеддонию есть такое слово да то есть да конечно волатильность есть достаточно высокая эмоциональная здесь составляющая безусловно имеется я имею ввиду на фоне вот этой статистики из китая но пока есть все-таки предпосылки к тому что нефть будет находить поддержку в районе как минимум 70 долларов за баррель нефть марки brent и оттуда будет возможный некоторый отскок есть по крайней мере такие основные ожидания кстати еще хотел бы в заключение добавить по поводу китая почему вообще вот именно так нервно реагирует на статистику из китая дело в том что если мы вспомним начало следующего начало этого года конец прошлого года когда очень много экспертов рассуждали на тему восстановления экономики китая вспоминайте главную тему это выход китайской экономики из коронавирусных ограничений и все ждали что вот-вот китайская экономика начнет резко восстанавливаться то есть будет активно расти что соответственно приведет к активному спросу на нефть на уголь и на все другие виды товаров но судя по всему вот эта статистика нам пока что показывает что нет вот такого явного восстановления как ожидали того эксперты рынок но и оттуда такая вот эмоциональная реакция вот друзья такая информация на сегодняшний момент поэтому в заключении да мы можем уже предположительно сделать вывод по итогам сегодняшнего дня что явных причин для восстановления рубля укрепление рубля на сегодняшний момент мы не имеем и кстати еще хотел бы добавить такую новость она может быть не имеет прямого отношения к рынку нефти но вот например москбиржа распространяет дискретный акцион уже на все акции что такое дискретный акцион в двух словах речь идет о том что если цена на акцию в течение 10 минут резко возрастает там на 20 процентов либо резко падает на 20 процентов то московская биржа переводит торги по этой акции в режим дискретного аукциона в рамках этого режима принимается только лишь лимитные заявки да то есть конкретные заявки по конкретной цене рыночные заявки игнорируются и основной это замысел этого дискретного акциона заключается в том чтобы снизить эту волатильность чтобы убрать этот риск либо резкого взлета либо резкого обвала хорошо это или плохо скорее хорошо чем плохо потому что мы с вами уже довольно терпелись высокой волатильности поэтому хотелось бы более-менее прогнозируемые да но лично у меня когда я прочитал эту новость возникла мысль о том что cb на заранее уже предполагая возможную волатильность на рынках конечно же уже заранее начинает принимать в обиход что называется в практику рабочие инструменты которые как раз способны сгладить эту волатильность поэтому ждем оцениваем ситуацию поэтому подписывайтесь на канал на ютюбе в дзене в телеграм-канал и будем вместе следить за развитием событий принимать разумеется верные решения на этом пока все спасибо за внимание до встречи в следующих выпусках пока